Алексей Михайлович, подводя итоги нашей первой пленарной сессии, я вас хочу спросить, все-таки мы дальше будем продолжать менять закон или, как Иван Александрович сказал, тюнинговать его, или все-таки, как когда-то звучали мнения, что может быть стоит некий уже мораторий, вот с моратория начинали мы эту дискуссию, этим вопросом закончу наложить, на какие-либо изменения, чтобы заказчики и бизнес вот к тем правилам дорожного движения уже успели привыкнуть, чтобы они постоянно не менялись. Какое ваше мнение, как главного регулятора контрактной системы? Добрый день, уважаемые коллеги. Мое мнение такое. 2022 год оказался 25-м годом реализации вообще регулирования закупок. Не надо нам забывать указ президента 1997 года, утвердивший первое положение о закупках, причем напомню, что оно еще и распространялось еще и на юридических лиц, получающих государственную поддержку из бюджетов, то есть по сути 223-му в прошлом году тоже 25 лет исполнилось. Но первым, с какой точки зрения? С точки зрения полностью завершенной автоматизации. И это первый аспект. А второй аспект полностью завершенной интеграции с бюджетным процессом. Шли к этому долго. И не надо, наверное, забывать и 2017 год. Первый подход к автоматизации. 504-й федеральный закон, который сегодня уже основательно подзабыли, на самом деле, собственно говоря, тогда и были сформулированы вот те основные принципы, подходы, которые в 21-м году только удалось до конца реализовать. И действительно, Антон Александрович, коллеги, я вот наблюдаю за этим процессом изнутри, все больше так вот удивляюсь, почему чуть что не получается 44-й виноват. Может, потому что он на слуху, виден, хочешь, любую цифру залезь в ЕИС, и там ты все это... В общем, там светло, там удобно анализировать, там удобно ругать всех, там удобно находить всякие цифры. Но проблема, на самом деле, состоит в большей степени. Она и состояла, и состоит. Вот откуда на местах мнение, что довести лимиты бюджетных обязательств можно только подписав соглашение о трансферте? Мы не знаем. В бюджетном кодексе написано, лимиты доводятся до заказчиков после распределения трансфертов, получения уведомления. И, пожалуйста, значит, есть лимиты, начинайте процедуру, и там еще до заключения соглашения месяца 2-3 обычно проходит. Другое дело, что в момент первого платежа, конечно, у вас соглашение должно быть подписано. Но при чем тут такая вот... Зачем разделять это на два этапа? Сначала ждем подписания, потом начинаем контрактоваться. И так очень многих вопросов, к сожалению, происходит. Происходит... Наверное, у нас, могу только предположить, слишком много заказчиков. И вообще 95% заказчиков страны имеет годовой объем закупок меньше 100 миллионов рублей. Соответственно, в принципе, если так рассуждать, что мы должны сделать для того, чтобы система была проще, понятнее, быстрее... Вот, Николай Андреевич, мы Ваши по этому инициативу поддержали. Вообще все закупки таких учреждений, они обычно текущие, там нет больших строек, нет больших закупок. Дать им возможность полностью покрывать запросом котировок или электронным магазином. На выбор. Запрос котировок побольше, потолок 10 миллионов, но все-таки не какой-то там грандиозный электронный магазин. Впервые мы вводим электронный магазин вне сферы малых закупок. Малая закупка – это одна история, там можно и на бумаге в соседнем магазине, неэлектронном, а вот теперь электронный магазин при торговых, электронных торговых площадках до 100 миллионов, если законопроект будет, конечно, поддержан, на что мы очень рассчитываем. Любой заказчик таким образом, и наука в том числе. Пожалуйста, в электронный магазин есть предмет закупки сформулированной, пожалуйста, там публичная оферта. Хотя на самом деле, если так начать рассуждать, вообще закупка в электронном магазине в документах ЕАЭС, называется закупка единственного поставщика, и потому там выражено настороженное отношение к этой форме, с чем нам, конечно, предстоит поработать с нашими коллегами на международном уровне. И, в общем, а когда говорят, процедура слишком длинная, слишком сложная, ну, длина, ну, вот короткий аукцион 21 день. Ну, я не знаю, если мы строим там, хотя даже объектом хотя бы 500 миллионов серьезных школ, наверное, 21 день это не такое грандиозное время, из которых, кстати говоря, 10 дней извещения висит, еще там 10 дней на заключение контракта, кстати говоря, да, по международным обязательствам. Не такая же и длинная процедура, ради которой за всех сил стоит вот так вот стараться ее просто сократить до минимума. Мы, конечно, обратились, уже обратились в Министерство экономического развития, которое является координатором взаимодействия с Евразийским сообществом с предложениями о том, чтобы сократить эти сроки и извещения, и заключения контракта до 5 дней. А каждое государство само установит сверх этого срока при необходимости. Полагаем, что действительно у кого есть бумага можно и больше делать, у кого бумаги уже нет, вполне в 5 дней будут укладываться. И в этом направлении мы еще и с... Я хотел обратить внимание на импортозамещение, когда мы сегодня так обсуждали, и подробно должны обсуждать, все-таки на самом деле речь идет не о российской продукции, а о продукции в рамках ЕАЭС. Все, что и в 44-м, в равном образом автоматически распространяется на наш общий рынок. Отсюда проблема. И вот я вот просто хочу, хочу просто еще Василию Сергеевичу все постоянно обратить внимание. Критерии локализации и вообще что-то произведено внутри ЕАЭС. Вот если мы тут потеряем, что называется, темп, тут ничего хорошего от наших мер не произойдет особого. Ну, понятно, будет там другая продукция проникать через эти рынки. А мы ведь работаем интенсивно над тем, чтобы снимать барьеры. Два больших барьера, самых больших оставшихся, кроме там совсем мелких, это взаимное признание банковских гарантий и электронная цифровая подпись. Есть такие серьезные основания полагать, что к следующему году они будут сняты. И действительно у нас в полном объеме заработает рынок закупок в рамках ЕАЭС. Это очень хорошо. На самом деле, это открывается возможности для наших предприятий и возможности конкуренции, если хотите. Но при этом, конечно, нельзя ни в коем случае упустить нам те меры, которые мы сейчас реализуем по импортозамещению. В частности, мы предлагаем отказаться вообще от введения перечня той продукции, проведенной внутри ЕАЭС, на которую применяется 15-процентная ценовая преференция. Когда-то это было актуальным, сейчас мы считаем, что если продукция подтверждена так или иначе, то автоматически по сравнению с другой иностранной продукцией такая ценовая преференция может и должна работать. И вообще подумать о том, как нам в целом оптимизировать ныне существующие форматы. Третий лишний, второй лишний, перечни, несколько перечней, как-то сделать их проще с точки зрения правоприменения. Но таким образом, конечно, этот процесс у нас, поскольку первый год всего лишь завершен и действительно в промышленную эксплуатацию введено практически все, что было в 2021 году в 360-м законам предложено, это шаг к тому, чтобы, на наш взгляд, надо стабилизировать. Мы давно довольно, правда, говорим, что надо стабилизировать, ограничивать поправки только в тех случаях, когда действительно явным образом проблема выявлена и, самое главное, подтверждена цифрами. А это делать можно, потому что ИИС содержит большое количество аналитической информации. Вот расхожий миф, что, например, жалобщики сильно докучают заказчикам. И как только начинают говорить, а почему вы применяете единственного поставщика, ну, чтобы жалобщики не набежали, и там нам процесс не сделали бесконечно. Ну, это самое распространенное такое объектение. Ну, Петр Валерьевич, кажется, сказал, у нас в прошлом году было из двух и трех десятых процедур проведенных, было 42 тысячи жалоб. Это совершенно не те цифры, коллеги, которые говорят о том, что это проблема, а три года назад их было под 70 тысяч жалоб. То есть, вообще-то, коллеги, это не та совершенно проблема, о которой нужно вот так вот прямо беспокоиться. При этом подчеркнул там, да, 40% жалоб правильных. 40% жалоб. Таким образом, в принципе, жалобщик, вот таком, если не говорить о профессиональных жалобщиках, это вещь сугубо полезная и, вообще говоря, предотвращает всевозможные нарушения. И, на самом деле-то, в большинстве своем процедуры не тормозит. Но то, что, конечно, понятно, что нужно делать все это быстрее по возможности, процедуру упрощать, это само собой. И, кстати, о малом бизнесе вот тоже постоянно звучат предложение, давайте там потолок там повысим, еще что-то сделаем. Ну, давайте сначала проанализируем вообще, у нас какого-то 25% для малого бизнеса. А вот сейчас вот посмотрел в цифрах, к 50% приближается у нас доля по объему закупок у малого бизнеса. В 50%. Нам дальше надо двигаться, может и надо, но для этого надо принять осознанное решение, что если мы хотим и повысим ли мы потолок с 20% до какой-то величины, не ухудшим ли мы ситуацию. Так это одно дело, малая закупка, там малый бизнес может приходить. Когда закупка становится крупной, малый бизнес приходить не будет. И нам не получился обратный ситуация. Хотя, конечно, с квотами надо вопрос еще подумать, в каких случаях их делать. У нас и так много исключений с квот. Ну, в каких случаях можно это делать или нельзя. Ну, а цифры, конечно, не надо, интересно было протянуть их там и с 2013 года, но за последние три года, вот 2019 год, самый такой у нас, можно сказать, пока без особых условий, и 2022 год свидетельствует однозначно о том, что система функционирует устойчиво, несмотря на вот этот трехлетний особый период. Ну, кстати говоря, можно отметить, что, собственно говоря, 44-й всегда в особых периодах существовал. Но первые санкции в 2014 году на закупки обрушились, и вот получается, что вообще никогда в нормальном режиме 44-й не работал. А вот за три года, ну что, у нас объем закупок, само собой, вырос, и, в принципе, у нас самый такой базовый параметр, который говорит о таком качестве функционирования системы, доля расстроенных контрактов от заключенных. Ну, вот такой вот индикатор, он все время у нас остается на уровне 9% по количеству, 6% от объема, незначительный. То есть справляется контрактная система со всеми воздействиями. Единственный поставщик действительно возросла доля, по стоимосному выражению, с 18% в 19% до 24%. Насколько это правда, надо, конечно, в каждом случае здесь смотреть и разбираться. Она, кстати говоря, подпрыгнулась в 2020 году, увеличилась эта доля. Смотрим, изучаем. Встанет вопрос уже в ближайшие, наверное, несколько месяцев о продлении или непродлении этих особых условий. Скорее всего, решение будет о продлении, потому что продолжит система закупок испытывать санкционное давление. А как уж выбирают решение единственном поставщике и не единственном, но тут, конечно, в большей степени такие управленческие решения. При этом, собственно, несостоявшиеся закупки, это то, что, кстати говоря, тоже один из мифов, вот высокая доля не ставишь закупок, ну действительно по объему там 47% заключенного контракта по нестоящим закупкам. Это завершившиеся процедуры, когда пришел один. Почему пришел один? Почему так много приходит один вообще претендент на конкурентные закупки? А в 2019 году 56% было. Ну, то есть тенденция в целом положительная, но тут как раз нужна очень серьезная аналитика по каждому рынку. Может быть, рынки малоконкурентные, может быть, документация составлена так неудачно, хотя, например, доля закупок по каталогу товаров, работа, услуг в прошлом году впервые превысила 50%. То есть это тоже значимые показатели. Коллеги, наше мнение состоит в том, что если можно что-то не менять, нужно не менять. Презумпция неизменности. Давайте сначала, легко очень предлагать, давайте что-нибудь поменяем, давайте сначала проанализируем со всем массивом информации, придем к выводу о том, что действительно эта проблема существует, она подтверждается статистикой, она подтверждается, это самое главное, стимулами действий для заказчиков и поставщиков, которые, кстати говоря, совсем неочевидно вот так вот вытекают иногда и статистики, и в этом случае реализовывать точечные поправки, при этом, естественно, мы считаем, что они должны проходить в том числе максимально широкое и публичное обсуждение, как, собственно, многое из того, что реализовано, вообще, я-то вспоминаю, мы многие подходы и к оптимизационному законопроекту, просто начинали в рамках форума госзаказ и других публичных форумов рассматривать, и с этой точки зрения тоже, например, не совсем понятно, что же нам еще нужно сделать, чтобы все научились правильно читать 44-е подзаконные акты, во-первых, есть профессиональные консультанты, структуры, которые регулярно этим занимаются, откроются там специальные там издания, там целые таблицы, что поменялось, с такого-то числа, как надо действовать, в таких-то обстоятельствах, так далее, во-вторых, проводится большое количество мероприятий, из которых госзаказ самый крупный, но и в регионах проводится, ну, в-третьих, конечно, мы, вот, из федеральных казачейцев, из ФАС, постоянно отвечаем и на всевозможные запросы, и, конечно, и системные письма. На самом деле, системное письмо – некий такой тревожный признак, да, на самом деле, что-то в законодательстве описано не так или не так воспринимается, как нам считается. Нам кажется, что все написано нормально, важно сопоставить две нормы, но на местах, или даже на федеральном уровне, что там, и почему я говорю, на местах, и на федеральном уровне тоже читают не тем образом. Ну, в целом, коллеги, да, по оффсетам я, конечно, хотел бы перенести дискуссию, она очень непростая. С одной стороны, конечно, сделали тоже серьезный шаг, расширили многократно сферу применения оффсета, да, 100 миллионов рублей – это порог по инвестициям, который теперь практически может преодолеть любой предприниматель, в отличие от миллиарда, когда это было в прошлом. Так, Москва, Московская область, Санкт-Петербург были, остаются лидерами оффсетов, а других субъектов пока не слышно. То ли не нужно, то ли порог этот высокий. Вообще, как оффсетам нужно подходить, конечно, очень ответственно, и надеюсь, мы на следующей сессии зададим друг другу такой вопрос. Иван Александрович, а вот если эти двигатели, которые вы хотите по всетам делать, уже в стране есть, вам он зачем, и что будет с теми двигателями, которые делаются в стране, да, и рассчитывают на этот, может быть, и рынок, да, потому что это же странная ситуация, когда в одном месте закроется, в другом откроется. А цену на 10 лет, по которой эти двигатели можно покупать, я не знаю, как, вообще, цена на все эти контракты, самый-самый больной вопрос, как вот ее определить, не знаю, все это совокупно. Но, еще раз, инструмент мы поддерживали, поддерживаем, считаем, что, особенно в нынешней ситуации, заполнять вот эти, если что-то ушло с рынка, вот тут оффсет как раз очень годится, да, тот инструмент, который нужен. Если что-то на рынке есть, надо сначала провести полноценное, как технико-экономическое, финансово-экономическое обоснование, а проблемы, о которых Иван Александрович говорит, и многие говорят, что оффсет не применяем, потому что там очень сложно сделать межбюджетную такую координацию. На наш взгляд, их можно решить и предлагается обсудить их на следующей сессии.